Смотри, у тебя есть много религий, и все эти религии заявляют, что они произошли от этого Творца, и что Творец предписал тебе эту конкретную цель. Да, и ислам является одной из основных религий в мире. И я бы сказал, что ты должна исследовать эти разные религии. Да, с объективными критериями, правильно? Читала ли ты какие-либо священные писания? Да, я немного читала Библию. Немного Библию? Совсем немного? Да. Ну, и что ты думаешь о том, что прочитала? Ну, я думаю, это послание любви и... Ты читала Ветхий Завет или Новый Завет? Какой из них? Да, он прав. Хорошо. Потому что в одном есть любовь, а в другом нет любви. Ладно. Ну, я думаю, что это послание любви существует во всех религиях. Но что касается других вещей, ну, как ты знаешь... Знаешь, в Коране есть очень красивый стих, который говорит... Неужели вы станете веровать в одну часть Писания и отвергать другую часть? Да. И на самом деле это было адресовано евреям и христианам. Так что он говорит, если ты веришь в Творца, ты должен следовать всему, что Он повелевает. Я должен быть последовательным, верно. Я не могу сказать, что я верю в Бога, но приму одну часть Его повелений. Но эта часть, она мне не нравится, и я не буду принимать ее правильно. Да. Смотри, это либо от Бога, либо не от Бога, правильно? Ты ведь согласна? Поэтому я бы сказал, так ты согласна или нет? Ну, я думаю, ты можешь верить в то, что считаешь правильным, и оставлять то, что считаешь неправильным. Могу я взять? Да. Ладно. Но на основании чего ты... Например, я как человек с ограниченным пониманием, ведь мы не знаем всего правильно. Да. Тогда как я, как субъективный человек, который не знает всего, могу определять, что правда и что хорошо, и брать это, и оставлять остальное? Какой у тебя критерий, чтобы определять, что хорошо и что плохо? Ну... Твое общество. Извини? Это функциональность. Что ты имеешь в виду? Ну, как... Ты говоришь о полезности? Да. Ладно. Что-то хорошо, потому что... Да, что-то хорошо, потому что это полезно тебе. Это не что-то хорошо и что-то плохо, это лишь эсцетика. Так теперь ты говоришь об атеизме, правильно? Поэтому это называется нигилизмом. Ну, я бы... Я объясню, что я имею в виду. Есть нечто, называемое нигилизмом. То есть, если ты веришь, что нет творца или писания, ты будешь обязан верить в субъективное понимание морали, что означало бы, что морали не существует, как ты сказал. Нет-нет, то, что я имею в виду под эсцетикой, это как бы чувство, которое ты чувствуешь, к примеру, это хорошо, а это мне не нравится. Но ты единственный, у кого это чувство? Или оно есть у всех? Да, у всех. Значит, у всех. Тогда почему мы не можем согласиться на одних правилах и законах? Но мы соглашаемся. Мы соглашаемся с одними законами? Да, как бы... Но у каждой страны есть свои отдельные законы. Если честно, никому не важны законы. Ладно, я приведу тебе пример. Что ты думаешь об употреблении алкоголя? Ты можешь употреблять его, если хочешь. Нет, мы говорим о том, это хорошо или плохо. Мы говорили о морали. Нет-нет-нет, я не говорил о морали. Я спрашиваю, я спрашиваю, это хорошо или плохо. Меня не волнует мораль. То есть, тебя не волнует? Но согласен ли ты, что мораль существует, независимо от того, заботимся мы о ней или нет? Нет. То есть, морали не существует? Да. Тогда, если я съем своего ребенка на завтрак, это на самом деле неплохо? Но... Или если я изнасилую женщину, это неплохо? Я говорю, в определенном контексте это звучит как что-то плохое. Но в другом контексте это будет хорошо. В каком контексте съесть своего ребенка на завтрак было бы хорошо? Если ты паук. Но мы не пауки. Я говорю о людях. В каком контексте съесть своего ребенка на завтрак это хорошо? Ну, нет такого. Правильно. Нет такого контекста. Нет-нет-нет. Всегда может быть контекст. Потому что... Это фантастика. Ты можешь говорить все, что хочешь. Ты мог бы сказать, что твой ребенок погубит тысячи, если ты не обыграешь его именно таким образом. Мы можем сделать свой сценарий здесь. Дай мне сценарий, где съесть своего ребенка на завтрак это хорошо. Ладно. Я жду. Я действительно хочу узнать, в каком сценарии это было бы хорошо. В каком сценарии это было бы нормальным. Смотри. Я не пытаюсь заманить тебя в ловушку. Я лишь пытаюсь дать тебе понять. Объективно, то, что ты говоришь, не имеет смысла. Правильно? Ну, я бы сказал, ты можешь съесть его на завтрак. Если ты не сделаешь этого, ты умрешь через 10 минут. И по какой-то причине ты знаешь, что этот ребенок будет... Но даже если я умру, это не оправдание тому, что можно есть ребенка. Действительно, очень плохо. Можешь ли ты представить себе чувства, когда убиваешь ребенка? Ну, если твой ребенок был бы Гитлером или Сталином вместе. Что? Откуда ты знаешь это? Но это не о том, откуда я знаю. Но разве ты не думаешь, что у ребенка должно быть право на справедливое судебное разбирательство? Даже если в конечном итоге он будет как Сталин. Если мы знаем, разве у нас нет способа помочь этому человеку вырасти, чтобы он не стал таким, как он, вместо того, чтобы съесть его? Ладно, он не как Сталин. Но у него есть неизлечимая болезнь. Но затем его есть. Потому что у тебя нет другого способа очистить... Но... Подожди, я даю тебе сценарий. То есть ты, съев его, очистишь его тело? Да, потому что если ты похоронишь, его съедят черви, а затем он станет костями. Так что единственное, что тебе нужно сделать, это съесть его. Смотри, как тебя зовут? Ник. Ладно, смотри, Ник. Игнорируй все это. Забудь все эти сказочные сценарии, которые ты выдвинул. Я говорю, если это не так. Я говорю в реальности. Нормально ли это, если я решу съесть своего ребенка? Это хорошо или плохо? По статистике, статистические причины не причины. Извини. Статистическая истина не настоящая истина. Я не говорю о статистике. Я говорю в нормальной ситуации, когда нет этого сценария. Но не существует нормальной ситуации. Потому что каждая ситуация отличается. Поэтому вы не можете предсказать. Ладно. Позволь мне привести тебе пример. Прямо сейчас, если ты пойдешь и ударишь женщину. Пожилую женщину, проходящую мимо. Она просто проходит мимо. И ты просто решил ударить ее. Это сценарий, который я тебе даю. Этот поступок, который ты совершил. Хороший или плохой? Я не знаю. Это зависит от женщины. Это зависит от женщины? Да, от женщины и ситуации. В большинстве случаев это было бы плохо. В большинстве случаев. А, значит, ты согласен, что это плохо? То есть ты все-таки веришь, что это плохо? Плохо – это слово, которое помогает нам выражаться. Конечно. Это слово, у которого есть значение. Как я сказал в начале, «хорошо» и «плохо» – это в зависимости от полезности и пользы. То есть, если, к примеру, я стриблю половину населения Китая, потому что нет достаточного места для второй половины, и я считаю, что в этом есть польза, значит, это хорошо? Ну, я говорил именно об этой проблеме морали, которая у тебя есть. Это то, что сделал Мао Цзэдун, и люди все еще верят, что это было хорошо. Нет, я говорю, думаешь ли ты, что это хорошо – стереть половину населения? Ну, лично я не думаю. Почему? Почему ты думаешь, что это нехорошо? Потому что это глупо. Почему это плохо? Нет, нет, нет. Значит, это не плохо? Я считаю, что это плохо. Почему? Потому что это глупо. Почему это глупо? Почему Мао Цзэдун сделал это? У них было оправдание. У них было рациональное оправдание. Они говорили, у нас недостаточно места, очень много людей, поэтому мы хотим избавиться от половины из них, чтобы сохранить другую. Они бы аргументировали, что на самом деле это не глупо, а гениально. Так что основываясь на твоем мировоззрении, почему этот поступок плохой? Если ты следуешь за полезностью, и ты веришь, что полезность определяет хорошее и плохое, ты должен принять это. И, кстати, это рациональная проблема подобного мировоззрения. То, что мы пытаемся найти причина, которая движет нами. Нет, это не это. То, что мы пытаемся понять, существует ли субъективная или объективная мораль, и как мы определяем ее. Почему нас должно волновать существование субъективной или объективной морали? Нам это важно, потому что именно так мы функционируем как люди. Прежде чем совершить какой-либо поступок, нужно определить его моральность. Это твой двигатель, правильно? Нет, речь не о двигателе, а о разумном понимании как человек. Прежде чем совершить конкретное действие, нужно определиться, это хорошо или плохо. Если у меня нет морали, тогда то, что я толкну тебя сейчас, или причиню вред этому человеку, равнозначно тому, что я делаю ему добро. Почему ты должен что-то делать? Извини. Почему ты должен что-то делать? Я привожу тебе гипотетический пример. Я говорю, если нет морали. Есть популярный пример. Что подталкивает тебя делать вещи, прежде чем думать, является ли это хорошим поступком или плохим? У тебя должна быть модель, которой ты следуешь. Прежде чем совершить какое-либо действие, ты должен определить, хорошо это или плохо. Прежде чем она пришла сюда сегодня, я уверен, у нее было понимание, хорошо это или плохо, прийти сюда. И перед тем, как эта дискуссия произошла, я подумал, хорошо это будет или плохо. На чем ты основываешься? Извини. Из чего ты исходишь? Я исхожу из своего естества, которое дал мне Творец. Оно внутри меня. И оно сподвигает меня действовать и совершать поступки. Это отвечает на твой вопрос? Да, чтобы развлечься. Но все еще ты не ответил на мой вопрос. Хорошо. Я пытался донести эту мысль. Я пытаюсь донести мысль, что если нет объективной морали, твоя жизнь становится абсурдной. Поэтому я пытался продемонстрировать тебе, что без объективной морали съесть своего ребенка на завтрак и даже совершить половой акт с собственной матерью, это становится чем-то нормальным. Потому что нет правильного или неправильного, верно? И это проблема сегодняшнего либерализма и западного общества. Много вещей изменилось. Если вы вернетесь назад во времени на 50 или 80 лет, вы увидите, что вещи, которые были аморальными и неправильными, полностью изменились сегодня. И это из-за этой идеи, что в действительности нет правильного и неправильного. Поэтому я могу делать все, что захочу, с кем захочу. Но то, что мы говорим как мусульмане, должна быть объективная мораль. И она не должна исходить из моего мнения, потому что я могу ошибаться. Или из твоего мнения, ведь ты тоже можешь ошибаться. Это не должно исходить от нас, ограниченных людей. Мы говорим, что это должно исходить из источника добра, того, кто создал нас. Если бы я создал эту бутылку, разве вы не согласитесь, я бы знал об этой бутылке больше, чем любой другой человек. Потому что я создал ее, правильно? Да. Поэтому мы говорим, если создатель создал нас, он знает лучше всех, что хорошо и полезно для нас, и что плохо и вредно для нас. Поэтому, когда ты создаешь что-либо, ты делаешь руководство или инструкцию. И в нем ты пишешь, что хорошо и что можно делать. И чего не следует делать, чтобы сохранить это. Да. Поэтому мы говорим, что Коран – это инструкция, подобно той, которую вы делаете, когда что-то создаете. Как ты сказал? Кур-эн. Есть арабская буква, которую сложно выговорить. Это Оф. Оф. Кур-эн. Будет трудно сказать, потому что ее нет на английском. Понятно. Кур-ан. Я не англичанин. Понятно. Ты испанец? Откуда ты? Итальянец? Грек. Грек. Хорошо. В греческом также нет этой буквы. Да, у нас есть что-то вроде Хо. Ладно. Но Хо отличается от Ков. Так что в арабском по-другому. Знаете, арабский язык очень экзотический. Есть много букв, которых не существует в других языках. Это очень уникальный язык. И также греческий. Да. Греческий очень интересный язык. Это была прекрасная дискуссия. Да. Прочитай Коран. Прочитай его и пойми, что он от Создателя, который создал нас. Я отвечу. Да, нет проблем. Мы верим в одного Создателя. Он сотворил нас, и этот Создатель дал нам цель. Потому что это имеет смысл, когда ты создаешь что-то, ты даешь ему предназначение или цель. Да. И Коран говорит нам, что хорошо делать и что плохо. И это жизнь, это испытание. Будешь ли ты делать добро, избегая зла, или уподобишься сатане, и будешь делать зло, которое Создатель сказал тебе не делать, правильно? Да. Это очень просто. Это очень основная идея. Поэтому читай Коран. Если у тебя есть какие-либо вопросы, пожалуйста. У тебя есть вера, что Бог всезнающий? Это не просто вера. Но сама Вселенная свидетельствует об этом. Когда я вижу, что строение Вселенной переполнено силой и разумностью, его Создатель обязан быть чем-то за пределами понимания, чтобы создать Вселенную. Поэтому я знаю, что таков Творец. Я не просто верю в это. Да, если ты веришь, что Творец создал всё, имеет смысл, что он знает абсолютно всё. Да, абсолютно. Мы очень малы по сравнению с этой огромной, великолепной Вселенной, у которой есть законы, планеты, звёзды, галактики. Кто бы ни создал это, он знает, что лучше для меня, без сомнения. Правильно? Да. Так что это не вера. Я бы сказал, это реальность. Что Творец знает лучше, чем мы. Да, да. Это имеет смысл? В этом есть смысл. Но мы появились много-много лет назад вроде как от животных. Откуда ты знаешь это? Наука. Где в науке есть единогласные соглашения насчёт этой идеи? Ты ведь говоришь о теории эволюции, верно? Да. Прямо сейчас теория эволюции – это не то, с чем согласны все учёные на Земле. Есть группа учёных, которых называют креационистами. Есть группа учёных, которые пытаются согласовать религию и эволюцию. Есть группа учёных, которые являются жёсткими материалистами, которые верят в теорию эволюции. Поэтому мы не верим, что человек произошёл от общего предка. То есть он был рыбой, потом обезьяной и так далее. Мы не верим в это. На самом деле, я бы даже сказал, что верить в это всё равно, что верить в сказки. Например, позволь мне спросить тебя. Как появилось первое творение? Или первое существо? Или первая клетка? В соответствии с эволюцией. Это называется абиогенезом. Да, ты прав. Если мы вернёмся назад, то мы не знаем. В этом и есть суть. Но они говорят, что был гром, который ударил по морю, и так миллиарды лет, и внезапно появилась клетка, и эта клетка начала размножаться, а затем превратилась в рыбу. Я бы сказал, что глупо в подобное верить. Даже если её сравнить с любым другим мировоззрением, было бы очень глупо и нелепо верить в подобное правильно. Но всё же люди верят в это. Это мышца просто кто-то. Как ты сказал, что учёные так говорят. Как мусульмане мы очень скептичны. Мы смотрим на доказательства, правильно? Мы судим о том, является ли что-то истинным или ложным, основываясь на его доказательствах, а не на том, что люди говорят нам. Имеет ли это смысл? Но все книги написали люди. Какую книгу? Все книги. Нет. Смотри, есть разница между написанием чего-либо и авторством Творца. Поэтому мы говорим об авторстве. К примеру, я могу написать что-то, что гений сказал мне. Ты согласен? Да. Но это не отменяет того факта, что эта работа гениальна. Потому что тот, кто сказал мне написать её, является гением, верно? Поэтому мы говорим об авторстве. Автором книги является Создатель. Поэтому не имеет значения, написана ли она Создателем или нет. Люди, которые написали Коран, были проинструктированы Богом? Нет. Люди, написавшие Коран, были проинструктированы Пророком, который передал им в точности слова Создателя. Кем был этот Пророк? Мы верим, что Пророк Мухаммед – это последний и заключительный посланник. Но также мы верим в других Пророков. В Иисуса, Моисея, Ноя, Авраама. И Пророк Мухаммед – это последний в линии этих посланников мир им. Но была ли у него связь с Создателем? Да. Создатель послал своего ангела Джабриля, который передал Пророк Мухаммеду в точности его слова. И также Пророк Мухаммед общался с Творцом напрямую. Да. Но это довольно сложно понять. Поэтому мы пытаемся делать вещи шаг за шагом. Сначала мы доказываем, существует ли Создатель или нет. И, конечно, рационально полагать, что Создатель существует. И второй шаг – мы исследуем Священные Писания. И если есть объективные доказательства того, что оно от Создателя, то на основе этих объективных доказательств мы начинаем верить, делал ли Пророк Мухаммед второе и третье. Поэтому, если Пророк Мухаммед пришел и дал мне доказательства того, что он посланник Бога, и если я убедился, что он посланник Бога, это больше, чем просто верить, говорил ли он с Богом или нет. Это правда. Это правда. Ты ведь понимаешь, что я пытаюсь сказать? Да, мы говорим, что Коран, с которым пришел Пророк Мухаммед, имеет очень много объективных свидетельств, которые доказывают, что он от Бога. Например, Пророк Мухаммед говорил о будущем, в котором мы живем сегодня. Он говорил об этом 1400 лет назад. И все, что он говорил, произошло. Поэтому, если он говорил, что такое-то событие произойдет, оно непременно произойдет, правильно? Например, Пророк Мухаммед сказал, что вы увидите босых бедуинов-арабов? Прости? Арабы-бедуины. Это арабы, которые живут в пустыне. Он сказал, что вы увидите босых арабских бедуинов, соревнующимися в строительстве самых высоких зданий. Какое самое высокое здание в мире сегодня? Бурж-халифа. Правильно. Бурж-халифа в Дубае. Так что он сказал арабам-бедуины. Знаешь, Дубай был в пустыне 50 лет назад. Почему он изменился? Нефть. Правильно. Они обнаружили нефть, и деньги пришли из нефти. И Пророк Мухаммед также сказал, что земля будет извергать сокровища, и деньги станут в изобилии у вас. Поэтому он не только сказал, что арабы-бедуины будут соревноваться в строительстве самых высоких зданий в мире, но он назвал причину, по которой они будут делать это. И также Пророк Мухаммед назвал страны, которые войдут в ислам. И время, когда он называл эти страны, на него нападали люди из его общества. И он не знал, будет ли он жить завтра или нет. И он говорил, смотрите, ислам войдет в то, что мы называем сегодня Йемен, Ярдания, Сирия, Ливан, Константинополь, Турция, Индия, Пакистан. И также он сказал, вы победите Римскую и Персидскую империи. Вы можете себе представить, что арабы без технологии, без ничего, побеждающие Римскую и Персидскую империи. И это то, что произошло. Мусульмане победили Римскую и Персидскую империи. Это сделал один из военачальников мусульман, Халид ибн Уалид. Он разгромил армию, которую собрали вместе Римской и Персидской империи, чтобы сразиться с мусульманами. И они потерпели поражение. Можешь ли ты представить себе, самые большие империи в мире проигрывают против мусульман. Так что порог Мохаммед сделал много предсказаний. Например, он рассказал о Аравийской пустыне. Он сказал, что вы увидите, как пустыни Аравии снова станут зелеными. Это означает, что он утверждает две вещи. Что они были зелеными в прошлом, и этот факт подтверждает журнал Nature. И они станут зелеными в будущем. И это происходит сегодня, согласно НАСА. Да. Поэтому, как пророк Мохаммед узнал, что происходило в прошлом, и что произойдет в будущем? Он выдвинул возможные предположения насчет будущего. Но он говорил не только о будущем, но также он говорил о прошлом. Да, нам надо идти. Ладно, я отпускаю вас. Можете идти. Было приятно поговорить с вами. И прочитайте Коран. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, возвращайтесь. Приятно было поговорить. Да, увидимся. Увидимся. Спасибо.